Этого дня школьники казачата ждали давно. Поездка по городам воинской славы еще недавно казалась только мечтой. Но вот 24 лучших ученика вместе с казаками-наставниками и классными руководителями притихли в ожидании. Этот день настал. Дорогу благословили по всем канонам православной церкви. Осветили автобус, прочитали молитву. Приключения начались с переправы. От дачи вортовы, прощай, Таманский берег. Чайки парами, а ребята стайками примостились на верхней палубе. Большинство школьников на пароме впервые. Плывем в Крым. Море классное вот так вот. С глубины, а не с берега вот так, смотрите. Благополучно переправившись, автобус проследовал в город-герой Керчь. Массивная стела у аджимышкальских каменоломен. Суровые лица тех, кто до последней капли крови 170 дней держал оборону. В каменоломнях полная темнота. Съемки произвести не удалось, но ребята были под впечатлением. Из 10 тысяч бойцов на поверхность вышли всего 7 человек. Под сводом на глубине 16 метров ощущение, что война еще не закончилась. Ребята прочувствовали всю боль и лишение русских солдат. После посещения музея снова в путь. По дороге в Севастополь играли викторину, пели песни. Живем мы в отчем доме. Эй, 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 казаки в Кубанском отчем доме. Город-герой Севастополь для казачат начался с посещения краеведческого музея в Севастопольском центре туризма. Удивительные представители флоры и фауны, минералы, предметы быта древних поселений. Следующим пунктом большой экскурсии по городу русских моряков – музей Черноморского флота Российской Федерации. Рассказы о легендарном адмирале Ушакове, боевых действиях и битвах оживали в воображении ребят. Мы находимся в музее в городе Севастополь. Мне больше всего понравилось оружие, которое сохранилось с тех времен. Картины, которые здесь написаны, они нас переносят в ту эпоху. Мне понравилась Керченская каменолобня больше всего. Мне понравилось, больше всего запомнилось, когда нам предложили минуту молчания. Когда потушили свет, там было очень темно. Я будто бы перенеслась в те времена Великой Отечественной войны. Макеты знаменитых кораблей, схемы сражений, боевое оружие русских солдат. Даже внезапно начавшаяся в Севастополе зима со снегом и ветром не испортили впечатлений. Ровными рядами казачата отправились дальше. Большие военные корабли, словно с картинок учебников, красивые, мощные. Глаза ребят с любопытством старались уловить каждую мелочь, потрогать, сфотографировать, запомнить надолго. Десантный корабль «Цезеркульников» водоизмещением около 11 тысяч тонн впечатлил и ребят, и взрослых. Моряки рассказали, если собрать все снаряды, оставшиеся после Великой Отечественной войны в море, можно накрыть Севастополь трехметровым слоем железа. Очень понравилось. Я не ожидала, что будет так захватывающе. С корабля не на бал, а в музей знаменитой 35-й батареи. Штольни сегодня выглядят иначе, чем 70 лет назад. На стенах портреты героев войны, обрывки писем. Здесь сохранили подлинное оружие, оборудование госпиталей. В память о погибших героях казачата зажгли свечи. Из Анапы привезли и возложили к памятнику солдатам корзину цветов. Малую дань великому мужеству. Безопасность путешествий по Севастополю ребятам обеспечивал отряд «Беркут». В автобусе командир «Беркута» Сергей Колбин рассказал ребятам подлинную историю, как приходилось отстаивать Крым, какие военные действия велись в Украине. Жители Севастополя рады вернуться в состав России, сказал он. Севастополь должен, как он в период 2014 года явился искрой для обратного возвращения в лоно Российской Федерации, так и сейчас должен стать таким городом, знаете, интернациональным, объединяющим, многонациональным, чтобы можно было показать, что делить нам нечего. В общем-то, славяне должны быть славяне, должны быть все вместе. Пора в обратный путь. Первая поездка в Республику Крым по местам воинской славы надолго запомнится ребятам. Докунулись в нашу историю непосредственно тем, что дети очень внимательно это все слушали, для них это было близко, они поняли всю боль нашего народа, они поняли трагедию, которая случилась. Я думаю, что они это запомнят на всю жизнь. И самое главное, они вынесли свой урок из этой экскурсии. Поездка прошла на очень высоком уровне, нам всем очень понравилось. Дома ребят ожидал еще один сюрприз. Атаман Анапского районного казачьего общества отметил железную дисциплину ребят в поездке и подготовил всем участникам первого крымского похода именные грамоты. Служу Отечеству и вере православной, отчеканили казачата и попросили сделать поездку традицией. О этой поездке мы мечтали давно. Предполагались несколько городов. Это Волгоград, это, конечно же, Севастополь. Вот нам удалось воплотить нашу мечту в жизнь. И наши отличники казачата со старших казачьих классов, это 7, 8, 9 класс, в этом году посетили город-герой Севастополь. Ну и город-герой Керчь, соответственно. Кстати, музеи города Героя Новороссийска ученики казачьих классов исследуют ежегодно. В рамках месячника военно-патриотического воспитания подрастающего поколения будет еще немало мероприятий. Но поездку в Республику Крым ребята не забудут. Образы военных лет надолго останутся в памяти и сердце.